Ребята, всем привет! С вами Клонова Аня, Клонов Антон. Это наш очередной спорт, но после очень долгой паузы мы не занимались спортом опять-таки месяц. Не занимались по той простой причине, что мы везде ездили. Дубай, мы ездили 10 дней, да, плюс 4 дня дорога туда-обратно. Потом мы заезжали на цифровой форум Фаберлик. Я думаю, вы все слышали наше выступление. Затем мы... Так, где-то мы еще были. А, мы ездили на фестиваль успехов Челябинск к национальным директорам Светлане Олегу Заварухиным. Вот, ну и вернулись вот буквально недавно. Один день, конечно же, нам на акклиматизацию, на поспать после дороги. Вот, а потом потихонечку-потихонечку мы начали вникать уже, да, то есть во спорт. Ирина нам, как обычно, написала первая, наш тренер, пишет, что я вас завтра жду, и я такая сижу и понимаю, что нужно говорить да, потому что это надо нам. Я не знаю, почему всегда первый шаг делает она. Я не знаю, почему мне так лень заниматься спортом, но мне действительно было лень. И я сидела, как, не знаю кто, да, спряталась и не писала ей ничего, как приехала. Но она же видит сторисы, она все видит и пишет. Ну что, ребята, вернулись, завтра занимаемся во сколько? И то есть такой вопрос, и все. И я пошла и сказала Антону, говорю, все, Антон, завтра занимаемся в 7 вечера. Ну все окей. Потом мы, конечно, немножко переделали. Сейчас мы решили заниматься 2 раза в неделю. Почему? Потому что времени не совсем хватает. Я сейчас организую праздник Кирове на 360 человек, и у меня всего полтора месяца осталось на подготовку. Это очень маленький период времени, плюс завершение марафона, плюс работа с командой, плюс снятие обзоров, плюс все-таки еще мы же семья, какие-то семейные дела, вопросы. И, конечно, честно вам признаться, я очень долго не могла разложить себя, свои дела по полочкам и выделить. И иногда часто ленилась и проводила время ни о чем, теряла его, и потом, потом только я поняла, что я просто морально устаю, и что мне нужен просто, скорее всего, секретарь, который смог бы быть всегда со мной рядом. И сейчас я такого вот еще надежного человека к себе на работу, да, то есть у меня работают, знаете, что хозяюшка по дому, у меня есть няня, и вот сейчас я решила еще поискать секретаря. Вот, буду расширять свой штат, что делать никак у меня не получается, и сторисы наполнять, и с командой работать, и всех посмотреть, и каждого похвалить за открытый уровень. В команде стало 350 тысяч человек, и я опять-опять начала забывать о себе. Плюс ко всему, в Челябинске был тест, где мы проходили, что мы хотим, чего мы добились, что было, да, то есть что стало и так далее, да, на момент того, как мы начали делать, какие результаты, и что лично важно для меня. И я поняла, что я думаю о мужа, о ребенке, о семье, о структуре, о команде, о своем инстаграме, ютубе и так далее, но о себе, вот как о личности, как о женщине, как о человеке, я вообще забыла. И вот сейчас у меня такая прям, не знаю, такой случился упадок сил, и вот из-за этого мне еще тоже не хотелось заниматься спортом, потому что что-то мне стало себе жалко, еще что-то, да, ну, знаете, такой тренинг был, после которого ты уезжаешь убитая, вот, и потом я подумала, что, я смотрела тренинг одного очень такого мощного гуру на ютубе, и он сказал, у вас есть цель, вот откиньте все свои сомнения, да, ну, все, что вам мешает, просто это откиньте на потом, да, то есть, какие бы затыки ни были, просто на потом, сделайте то, что вам нужно, да, какой вам нужен статус, какую вам нужна зарплата и так далее, а потом вы к этому вернетесь. И я решила последовать этому совету еще вот шесть с половиной лет назад, и мы сделали за четыре года статус партнер, да, как вы знаете. И вот тут как раз такая же самая ситуация, что-то я разнылась, еще что-то, всю дорогу назад я молчала, все себя анализировала, а потом сижу и думаю, слушайте, я счастливый человек, ребенок выздоравливает, семья полная чаша, спортом я начала заниматься, в структуре, в команде постоянно открываются новые директора, чего я раскисла, у меня все отлично, у меня все великолепно. Ну, и по приезду, как только я приехала, через два дня у меня был первый спорт, через четыре дня после поездки мы уже начали, получается, начали брать массажиста и заниматься массажистом, с массажистом еще, вот, она мне делает массаж всего тела, немножечко антицеллюлитное, пластырь от похудения клею, кстати, нашла целую упаковку, штук 15, наверное, пачек, я помню, по какой-то акции брала пластырь, и начала клеить, массаж делать, но, ребят, честно вам сказать, за период, вот, с того момента, как я улетела в Дубае и прилетела домой, я поднабрала, встав на весы, я посмотрела, потому что я начала заниматься спортом, я чувствую, что мне не дает животик, да, выросший животик, он мне не дает ничего делать, да, то есть, а в Дубаях пироженки, еще что-то, я решила три дня расслабиться, да, то есть последние три дня, говорю, да что, сколько можно на эти пирожные смотреть, сходила и наелась, и вот тут, как вы видите, такой, такая легкий спорт, легкая разминка, вот, и как раз вот после такой легкой разминки, да, как видите, вообще ничего сложного мы не делаем, у меня еще вдобавок заболела спина, вот, но я буду продолжать заниматься спортом, потому что мне очень помог наш новый крем с аргинином, я его взяла по вип-новинкам, сразу же намазала спину потолще, на ночь, ночью вставала в туалет, намазала, да, что там на ладошку легонько размазать, он не пятен, ничего на одежде не оставляют, поэтому я сразу легла, с утра намазала, и смотрю, мне легче, 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 а потом мне еще баночки поставили, и вообще было, массажистка, да, поставила баночки, и вообще все прошло, так вот сейчас я хотела бы, вот, если честно, если бы разминка была всегда такой легкой, и всегда была, волна была один час, мне бы очень хотелось заниматься ею с утра, честное слово, очень бы хотелось, потому что, глядя на людей, которые много ходят, еще что-то, ну, дряблые у них животики, и все, потому что они не напрягают ту группу мышц, с помощью которой девушка, в принципе, и становится стройной, да, красивой, и талию, вот, но у меня радость, скоро я в сторисы в инстаграме выложу, поделюсь с вами, и в сторисы тут поделюсь, а может быть даже в конце этого видео дам вам, очень интересное наблюдение, у меня произошло, в том плане, что когда-то мне был мал клетчатый костюм от Фаберлик, я его себе оставила, потому что он мне очень понравился, я хотела похудеть, и в него влезть, но после того, как я его себе оставила, я еще больше располнила, и я хотела его продать, потому что я его не носила, так вот, ребята, мало того, что он на мне сошелся, мало того, что все великолепно, я поняла одно, я похудела, и он на мне смотрится замечательно, и я поняла, что мне нужно продолжать работу над собой, снова возобновлять спорт, хотя я уже второй раз, да, за год делаю перерыв, первый раз был две недели перерыв, и вот сейчас практически месяц, да, ну месяц, можно так сказать, там без трех дней, вот, поэтому я счастлива, и всем желаю счастья, я думаю, это здорово, становиться лучше себя вчерашнего, и самая главная борьба должна быть в борьбе с собой, поэтому удачи вам, чтобы все было хорошо. своё личное лидерское сопровождение. Вот кто это сделает? Я сделала. А мы со Светой давно друг друга, кстати, по силам, берите пример с лидеров, между прочим, зайдите на страничку Светланы Заворогиной, слово подобрать, слово подобрать, да, тут такая ситуация, что периодически вы должны доказывать, что это вот прям белая-белая компания. Дальше, значит, поехали эти с вами. Так, ну что мне остается? Время, если зарабатывать. То есть нужно подстраиваться под жизнь. Выходить из зоны комфорта и делать то, что, ну вот, общественное правило, да, восстанавливает. Кто-то куда-то разбежится, кому-то, что мы кому-то отдаём людей. Почему? Потому что лидер идёт на лидера, человек идёт на человека. Я много кому не нравлюсь, Света много кому не нравится. Мы поменялись в аудитории, оказывая заботу, но как мы поменялись в аудиторию, мы как-то дали на все ваши вопросы. Спасибо вам огромное, что действительно вот такой простой, доступной информацией вы против меня дарили всех. Я тоже хочу сказать огромное спасибо. Для меня такое выступление...